Коммунальный апокалипсис в России продолжается. Во вторник центр Нижнего Новгорода превратился в кипящий котёл. В районе улиц Славянская, Студённая и Горького прорвало теплотрассу. Всю проезжую часть и тротуары залило кипятком. По разным данным, как минимум 16 человек обварили ноги и руки. Среди них двое детей. Их доставили в больницы с ожогами первой и второй степени. В Теплоэнерго, крупнейшем поставщике тепла в Нижнем Новгороде, заявили, что компенсирует пострадавшим затраты на лечение. Из-за аварии без тепла остались более 3000 гаражам в 20 домах. Губернатор Нижегородской области происшествия никак не комментировал. Зато похвастался, что поучаствовал на московском форуме с Владимиром Путиным. Кипятком окатило Орловский лицей номер 40. В здании во время урока лопнула труба. По словам очевидцев, вода полилась из розеток и ламп. Кабинет окутала горячим паром. В мэрии города заверили, что никто не пострадал. И теплоснабжение восстановили. Год только начался, но крупные коммунальные аварии уже потрясли как минимум 43 российских региона, подсчитало издание 7 на 7. Эта зима стала рекордсменом на аварии. За полтора месяца без отопления осталось в два раза больше домов, чем в прошлом году. Такие данные приводит издание агентства. Самый масштабный удар пришелся на многострадальный подмосковный Подольск. Там без тепла и с протекающими трубами остались 20 тысяч человек. Все течет. Вот уже сколько натекло. Причина крупнейших поломок кроется в старой советской инфраструктуре. За 30-50 лет большинство труб не обновляли ни разу. Для мэров городов заниматься сложнейшими историями, например, реконструировать систему ливневой канализации или сделать ремонт теплотрасс в городе — это гигантские деньги с абсолютно неочевидным результатом. Если мэр откроет красивую детскую площадку или новую набережную, все похлопают в ладоши. А если он вбухает три городских бюджета в реконструкцию системы теплоснабжения, никто его не погладит по голове. То, что он предотвратит аварии, никто не заметит. В Подольске власти быстро нашли крайнего и арестовали начальника котельной. Александр Чайков, как утверждают родственники, жаловался руководству о поломках труб последние несколько лет. Но его обращение игнорировали. Никто не стал разбираться в ситуации. За решетку отправили сразу больного человека. Обвинен в том, что не выдержала система ЖКХ. Россияне запустили петицию в поддержку мужчины. Она набрала почти 50 тысяч подписей. Со дня аварии до дня задержания Александр Чайков жил на котельной. Он взял свои лекарства на неделю и поехал её чинить. Поехал сделать всё, чтобы дать людям тепло в дома. Он обычный человек, у которого нет миллионов особняков, яхт. Рядовой рабочий, которых сотни тысяч по стране. В Госдуме придумали, как решить проблему с бесконечной чередой аварий. Надо национализировать систему ЖКХ. Вы правильно говорите. Где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность, теплосетей и генерации. Насколько возврат под крыло государства поможет остановить коммунальный коллапс – вопрос открытый. У некоторых экспертов прогнозы положительные. «Отрасль жизнеобеспечения, от которого зависит население государства, не может находиться в частных руках. Работать она должна на интересы государства, а не на извлечение прибыли». Если говорить о том, что вот прямо на следующий день аварий будет меньше, ну это будет неправильно, да. Тут мы должны говорить о том, что появляется возможность ввести государственную систему планово-предупредительного ремонта. Это система превентивная, то есть это система предупреждающая все возможные аварии, всевозможные ЧП. А пока россияне замерзают в собственных домах, главы их регионов получают награды из рук Владимира Путина на московском форуме. Будто по иронии, муниципальная премия, на которую все съехались, называются служения. «Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Ну, конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяет образ всей большой нашей страны, так как люди видят свое настоящее и будущее». Мария Александрова, Белсад.